В 76 лет ушел из жизни знаменитый физик-теоретик Стивен Хоукинг. Еще в студенческие годы, когда Хоукинг учился в Оксфордском университете, у него обнаружили редкое заболевание – боковой амиотрофический склероз. Впоследствии этой болезни мышечная активность ученого была сведена к минимуму. После серии операций ему была удалена трахея, и Хоукинг утратил способность говорить. Друзья подарили ему синтезатор речи, который был установлен на его кресле-коляске. Некоторую подвижность сохранял лишь указательный палец на правой руке Хоукинга. Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволяющим ему общаться с окружающими. Привет всем, с вами профессор Гуглов. Несмотря на тяжелую болезнь, Стивен Хоукинг стал одним из выдающихся ученым современности. Он подтвердил теорию о возникновении Большого взрыва, он также занимался исследованиями черных дыр, а еще ученый считался непревзойденным популяризатором науки. В своих книгах и трудах он рассказывал о безграничности мира, столкновениях галактик, близости звезд, идеальном порядке макрокосмоса и хаосе макрочастиц. Его книги настолько интересны, что все, от ученых до домохозяек, читают их с запоем. Для нас Стивен Хоукинг является примером неиссякаемой воли, жажды оптимизма. Однако именно он, предрекший нашей планете страшный апокалипсис. Исследователь предполагал, что при самых благоприятных обстоятельствах катастрофа разразится примерно в 2600 году. А если все сложится не в пользу человечества, то катастрофа случится уже через 100 лет. Конец света может наступить по разным причинам. Перенаселение. В последние 200 лет численность населения планеты неуклонно растет. Если тенденция продолжится к 2600 году, то плотность населения станет очень большой. Для своих нужд люди будут потреблять огромное количество ресурсов, что приведет к глобальному потеплению, выбросу в атмосферу газов, затоплению прибрежной территории и затаяния ледников в Гренландии, Арктике, Антарктиде. Такие процессы изменят Землю, и она станет похожа на свою соседку Венеру, где температура составляет 460 градусов. Океаны начнут закипать, с неба польются кислотные дожди. Кроме того, Землю может добить атомная война, когда какая-нибудь страна сбросит бомбу на своего противника, и после произойдет обоюдное уничтожение. Взрывы будут продолжаться, пока не превратят нашу планету в руины. По словам Стивена Хоукинга, пещерным людям сражения помогали добыть пищу, отвоевать территорию для продолжения рода. Сегодня войны бессмысленны, зато сродни по силе апокалипсису. Метеориты и астероиды По информации НАСА, в ближайшие 200 лет мимо Земли пролетят 20 астероидов. Самый большой будет достигать в диаметре 1200 километров. Но вдруг гениальный ученый ошибается? Утверждение Стивена Хоукинга о грядущем конце света не соответствует действительности. Так считает известный астроном, профессор Мюнхенского университета Ульрих Вальтер. Изменение климата за последние 100 лет подняло температуру всего на 1 градус. Если, согласно самым пессимистическим прогнозам, в следующие 100 лет температура Земли повысится на 1,5 градуса, то на планете станет просто теплее. К примеру, температура в центре Мюнхена на 3 градуса выше, чем в сельской местности, и ничего, никаких катаклизмов не происходит. В своей книге «Суматоха о черной дыре» Ульрих Вальтер отрицает уничтожение Земли астероидами. Крупные небесные тела врезаются в Землю с периодичностью от 10 до 100 миллионов лет. Так что вероятность удара ничтожно мала. А если прогнозы Ульриха Вальтера чересчур оптимистичны? Все же ученые считают, что угроза глобального потепления вполне реальна. Не отрицают они также возможность падения метеорита. В последний раз небесное тело рухнуло на планету аж 66 миллионов лет назад, к слову, полностью уничтоживших динозавров. Так что после столь долгого перерыва вполне можно ожидать еще одного гостя с неба. Только на месте динозавров, скорее всего, окажутся люди. Но это еще не все беды, которые грозят человечеству. По мнению Стивена Хоукинга, нашу цивилизацию может уничтожить искусственный интеллект. После того, как ученые создадут электронный разум, он ненадолго останется послушной игрушкой в их руках. Это совершенное устройство начнет развиваться все быстрее и быстрее, и людям, ограниченным слишком медленной эволюцией, придется подчиниться. В такой ситуации искусственный разум может наделать много бед. Причем совсем не со зла. Просто он рассчитан выполнять задачи, не считаясь ни с чем. Впрочем, мы тоже так поступаем. К примеру, если нужно затопить район для строительства гидроплотины, никого не остановит попавшийся на пути муравейник. Вот и человечество может оказаться для искусственного интеллекта вроде таких муравьев. Получается, при таком количестве угроз гибель человечеству неизбежна? Стивен Хоукинг считает, выход есть. Нужно бежать на другие планеты. Для колонизации вполне подходят Луна и Марс, на которых есть почва и атмосфера, в перспективе можно замахнуться на более далекие миры. Ученый полагал, что вокруг Альфа-Центавры, это ближайшая к нашей Солнечной системе звезда, может вращаться планета, пригодная для жизни. Он даже принимал участие в программе по запуску спутника к этой звездной системе. Ученый даже призвал инвесторов поддержать придуманный им проект Breakthrough Starshot, который предполагает отправку исследовательской миссии к Альфе-Центавра. «Человечеству угрожает перенаселение, люди должны смело двигаться в неведомые доселе миры и осваивать новые планеты», заявил Хоукинг и отметил, что успешная колонизация другой планеты поможет человечеству продлить существование своего вида еще на миллион лет. Breakthrough Starshot предполагает использование космического аппарата, способного со скоростью света достичь Альфы-Центавра всего за 20 лет. В случае успешного развития проекта, первые фотографии, подтверждающие наличие пригодной для жизни планеты, могут быть получены уже во второй половине этого века. Между тем, международная группа астрономов, опубликовавшая статью в журнале Nature Astronomy, предложила человечеству другой адрес для переселения с Земли, сообщив, что на спутнике Сатурна, Энцеладе, есть все условия, необходимые для зарождения жизни. Ранее ученые считали источником тепла в недрах Энцелада радиоактивный распад. Однако эта гипотеза сегодня не пользуется популярностью, поскольку такая радиоактивная печка могла бы работать лишь несколько миллионов лет, а этого явно мало для зарождения жизни. В статье ученые сообщают, что им удалось создать компьютерную модель, показавшую, что приливные силы, возникающие из-за движения спутника по эллиптической орбите вокруг Сатурна, могут нагревать воду внутри ядра Луны. Это происходит из-за трения, возникающего при циркуляции жидкости в пористых породах, говорится в статье. Температура воды повышается, и при достижении 90 градусов Цельсия она выталкивается в океан у полюсов Энцелада, а затем выбрасывается в космос в виде ледяных гейзеров. По мнению ученых, такой механизм мог бы работать в течение миллиардов лет, что может быть достаточным для образования живых организмов. По какому маршруту отправится человечество, когда ресурсы матушки Земли будут окончательно истощены, сегодня неизвестно. Возможно, на Энцеладе действительно есть условия, похожие на земные. Не исключено, что прав Стивен Хокинг. Ученый не первый раз призывает колонизировать другие планеты. За последнее время Хокинг несколько раз сообщал, что в ближайшие 30 лет человечество должно начать миграцию с Земли. Ученый утверждает, что миграция позволит избежать перенаселения планеты и проблем, связанных с глобальным потеплением. Правда, не все согласны с его мнением. Ульрих Вальтер считает, что в ближайшие 100 лет развитие технологий не позволит нам заселить ближайшие планеты и спутники, добраться до ближайшей экзопланеты. Так что паковать чемоданы людям для путешествия к другим мирам еще рано. Но Стив считал иначе. В одной из своих лекций Хокинг заявил, что для переселения в другие миры не понадобятся специальные технические аппараты. Тоннелями в другие миры послужат вращающиеся черные дыры. Правда, это будет билетом в один конец. Ведь пройдя по такому тоннелю, человек никогда не сможет вернуться обратно. К слову, самое выдающееся научное достижение Хокинга тоже касается черных дыр. Это место, куда в результате мощной гравитации стекается все вещество, но Стив допустил, что дыры со временем могут испариться из-за квантовых эффектов у их границ горизонта событий. При этом они испускают энергию в виде излучения. Однако прогулки по тоннелям черных дыр пока остаются лишь предположением, сегодня нельзя однозначно утверждать, что с их помощью человечество может спастись. А может экстренное переселение в далекие миры и не потребуется? Стивен Хоукинг не считал освоение космоса единственным спасением от апокалипсиса. В его работах можно найти немало примеров о том, как сохранить планету богатой и цветущей. По его плану, этому прежде всего поможет ограничение рождаемости. Оно позволит снизить потребление ресурсов и выбросов вредных веществ в атмосферу. Также нужно бросить все силы на создание экономных технологий и экологически чистых источников энергии. Ученый предложил использовать в качестве такого источника энергии вышеупомянутые черные дыры. Если создать маленькую дырочку с размером с гору, то при испарении она будет вырабатывать рентгеновские и гамма-излучения с суммарной мощностью около 10 миллионов мегаватт. Этой энергии с лихвой хватит для всей планеты и еще останется. Люди, скорее всего, научатся создавать такие дыры, прежде всего благодаря прогрессу в теории струн. Правда, малые черные дыры могут мигрировать к Земле и вызвать катастрофу. Чтобы этого не случилось, ученые предлагают держать их за пределами планеты. Например, на околоземной орбите. Можно решить проблему и с бунтом искусственного интеллекта. Хокинг призвал не останавливать прогресс науки, но посоветовал ученым и политикам быть более осторожными. Для этого нужно исключить разработки лишь с жаждой обогащения. Из реторта ученых должен выйти только полезный для человека электронный разум, который можно полностью контролировать. Хокинг считал, что для борьбы с угрозой катаклизмов нужно создавать некую форму мирового правительства. Однако он не исключает, что такого рода мировое правительство может превратиться в подобие тирании. Так что путь к спасению Земли может оказаться долгим и тернистым. Но при желании у нас все получится, ведь возможности человека практически безграничны. На этом все, друзья, с вами был профессор Гуглов. Увидимся завтра. Будьте здоровы!